Корпуса — это новый корпус, и у них совершенно новые функции. Сейчас, например, корпуса делят условно на три направления. Это стратегические, те, кто выполняет должности, которые выполняют стратегические функции, организационно-хозяйственные и экспертно-аналитические. Естественно, вот по трем этим направлениям мы сейчас подготовили новые программы. Буквально с февраля месяца мы эти программы запускаем. Но о том, что мы сделали в прошлом году, я коротко рассказал. В прошлом году я говорил о том, что был принят пакет документов, которые регулируют государственную службу функционирования, а также вопросы, связанные с обучением государственных служащих. Вышел указ президента, и в этом указе определены основные игроки, которые будут задействованы в обучении государственных служащих. Это, прежде всего, наша Академия, а затем региональные центры обучения государственных служащих. И здесь четко сказано, что корпуса будут проводить обучение, повышение квалификации, переподготовку на базе Академии. В прошлом году мы обучили ответ секретарей и руководителей аппаратов. Сейчас мы подготовили программы для других представителей этого корпуса. А это акимы районов, это председатели комитетов, это заведующие секторами администрации президента, заведующие отделами канцелярии премьер-министра и других государственных органов. В чем отличие? Очень хороший вопрос этих программ от программ для корпуса Б. Это исполнительный уровень административной госслужбы. Отличие в том, что мы по-новому рассматриваем тех людей, которые вошли в корпуса. Это государственные менеджеры, это управленцы. Это те люди, которые организовывают исполнение политических решений. Естественно, они должны обладать определенными компетенциями. Я уже говорил, упомянул о том, что все программы направлены на развитие управленческих компетенций. Поэтому буквально в конце февраля мы запускаем эти программы. И в основе их будут именно те компетенции, которые необходимы, например, представителям акимов, акимы районов. Что для них важно? Конечно, для них важно бюджет, исполнение бюджета. Для них очень важна работа с проектами. Для них очень важна работа с населением. Потому что это те люди, которые непосредственно на местах организовывают исполнение всех наших государственных программ. И реализовывают все законодательные инициативы. Поэтому мы у них будем развивать именно такие лидерские качества, как сотрудничество, компетенция, коммуникация, конкурентоспособность. То есть все наши программы будут направлены на развитие личностных и профессиональных качеств у наших представителей корпуса А. И буквально скоро мы запускаем курсы переподготовки кадров для корпуса А. Это трехнедельные программы. Раньше мы приглашали госслужащих сюда в Астану. И они в течение трех недель пребывали в Астане. Но сейчас у нас все динамично развивается. Естественно, мы не можем руководителей Акимов районов, Акимов городов пригласить на три недели, чтобы они здесь учились. Мы сейчас в этой программе используем элементы дистанционного обучения. Они приезжают к нам. День проходит установочный семинар. Там рассказываем, как пользоваться этой системой, как обучаться, как построить свой рабочий день. После этого они уезжают к себе домой, работают, параллельно занимаются обучением. То есть они получают пароли, логины для того, чтобы заходить на нашу информационную базу, получать оттуда учебно-методические материалы, задания, выполнять их. После истечения трех недель они обратно возвращаются. И уже здесь, на конкретных ситуационных задачах, на кейсовых задачах, они показывают уже полученные знания, навыки и умения. И это все будет уже оцениваться здесь. Вот такую программу, где есть элементы и очного, и дистанционного обучения, мы буквально со следующей недели начнем внедрять для обучения сотрудников государственных случаев в корпусе, который находится.